я скажу несколько слов на тему космологии постараюсь также затронуть, что такое вот это самое великое изучение как, не знаю, приходилось вам сталкиваться с этим или не приходилось но вот есть такой вот древний парадокс, который смогли объяснить только после создания космологии как науки парадокс состоит в том, почему небо ночью черное, почему ночью темно осознаете ли вы, почему это парадокс? верно, что не осознаете, по крайней мере, вы все представьте себе, что у нас есть Вселенная, равномерно заполненная в одиннадцатый вот мы берем конус, в вершине этого конуса глаз наблюдателя или телескоп и вот в этот конус верим на слой стояли точно и еще раз, и еще раз значит, объем такого вот слоя оказывается пропорционален r в квадрате и соответственно число звезд в этом слое, если Вселенная ими равномерно заполнена, тоже пропорциональна r в квадрате видимая площадь звездочки вот более заметно телескопа вот там сколько-то близких, крупных сколько-то для других, которые мы имеем повельче ну вот если считать, что звезды на разных расстояниях одинаковые ну не обязательно все одинаковые, но статистически одинаковые то тогда угловой диаметр обратно пропорционален r, а площадь обратно пропорциональна r и тогда что получается что вклад каждого такого слоя толщины r в видимую площадь поверхности всех звезд в поле зрения телескопа примерно одинаково звезд становится в r в квадрате больше площадь каждой, видимой, в r в квадрате меньше ну то, что они еще друг друга могут слегка перекрывать ну это некий факт который который не зависит от их числа и поэтому получается, что в пределе любой луч выходящий из глаза рано или поздно упрется в поверхность звезда если мы будем рассматривать бесконечную вселенную равномерно заполненную а поскольку поверхностная яркость звезды не зависит от расстояния почему это так? звезда светится значит поверхность пропорциональна r в квадрате соответственно поток энергии обратно пропорциональна r в квадрате обратно пропорциональна r в квадрате а угловая площадь тоже обратно пропорциональна r в квадрате получается поверхностная яркость конструкции и это означает, что раз любой луч должен упереться в звезду то по любому лучу зрения то по любому лучу зрения мы должны наблюдать примерно одинаковую яркость соответствующую яркости поверхности звезды это значит, что у нас все ночное небо должно равномерно светиться примерно с той же яркостью, что поверхность солнца это очень идеально прозрачный сейчас я про это скажу мы этого очевидно не наблюдаем там мы наблюдаем черное небо с редкими звездочками тут поступило правильное указание на то, что Вселенная для этого должна быть идеально прозрачной иначе наши рассуждения не работают иначе нам надо еще в яркость этой звезды добавить еще убывающий экспонент и за счет убывающего экспонента все хорошо проинтегрируется и не будет вот таких парадоксов впрочем это конечно парадокс слегка облегчает но не до конца потому что если мы представим себе Вселенную с равномерно расположенными звездами бесконечно и при этом еще вечно то тогда вот все те облака газа пыли которые обеспечивают неидеальную прозрачность под действием света звезд должны будут нагреться до температуры равной температуре звезды и эти облака сами будут светиться ничуть не хуже звезды ну впрочем конечно это уже получается немножко банально потому что что я сейчас говорю что в случае термодинамического равновесия мы ничего не увидим кроме теплового излучения одинаково со всех сторон поэтому то можно сказать так что то что мы наблюдаем черное небо с яркими на их форме яркие звездочки это свидетельствует о том что вселенная не находится в состоянии теплового равновесия теперь причем здесь микроволновое реликтовое излучение дело в том что в некотором правда своеобразном смысле ночное небо действительно светится со всех сторон с температурой близкой к температуре поверхности звезды можно просто когда вселенная расширялась от изначального плотного и горячего состояния откуда это плотное и горячее состояние взялось мы не знаем потому что если просто экстраполировать назад по времени нынешнее расширение вселенной то мы будем получать все большие плотности все более высокие температуры но в конце концов получим сингулярность а все таки дифференциальное уравнение с сингулярностями обращаться не знают как в общем то считается более не менее общеприятным что эту сингулярность надо каким то образом убрать а для этого надо модифицировать уравнение общей теории относительности ну так лисят ли вот когда вселенная расширилась и стала горячей то в какой момент излучение отделилось от вещества то есть когда вселенная стала прозрачной до того как вселенная была прозрачной она была плотной и там вот был ионизированный газ сильно ионизированный который для излучения электромагнитного не прозрачен и поэтому фотончики там далеко не летают они там летят поглощаются снова переизлучаются и в тепловом равновесии электромагнитное излучение и вещества а по мере охлаждения электроны садятся на атомные оболочки вместо получаются электрические нейтральные атомы и вещества становятся примерно прозрачными в основном при каких температурах это происходит ну это в общем то температура близкие к температуре поверхности звезды потому что на поверхности звезды там тоже плазма и эта плазма покуда эта плазма не прозрачная мы видим звезду когда эта плазма стала прозрачной то мы это не видим и во всех диапазонах она не видит при специальных условиях я тут в такие подробности не уникаю поэтому мы можем ожидать что произошло это отделение излучения от вещества примерно при температурах сравнимых с температурами поверхности звезды ну на самом деле не совсем так совсем не так температура хромосферы Солнца больше миллиона градусов а температура поверхности все 6000 ну вот температура поверхности 6000 а не температура излучения в тот момент когда она отделилась от вещества 3000 примерно то есть ну ошиблись мы с такими очень грубых и заведомо неправильных рассуждений всего в два раза но поскольку с тех пор Вселенная стала старше и существенно больше то есть вот если мы расширяем ящик с веществом то оно охлаждается извините алло да да я я уже рассказываю людям про фотометрический парадокс плавно перехожу к реактивному излучению разогреваю их перед вашим появлением вы вы в районе Новодачиной или где? вы а то есть вы едете через Лихачевское шоссе ну если если вы отчаиваете то мы тогда проведем семинар без вашего участия а вас давайте перенесем на следующий раз мы в это время суток лучше в благополе ездить в электричество вы на выезде левобережного вы на выезде левобережного вы на выезде левобережного а понятно подъезжаете к библиотечному повороту понятно ну хорошо надеюсь до встречи значит еще раз он все таки едет не через Дмитровку а через Лихачевское шоссе ну и сейчас он в поселке Левобережный знаете подъезжает к библиотечному повороту и уже давно подъезжает значит пока мы договорились так что я буду продолжать давать введение докладчик если не отчаяться то до нас доедет если будет не слишком поздно то он еще что-то расскажет если будет слишком поздно тогда мы перенесем его на следующий раз хорошо значит продолжаем значит соответственно вселенная расширялась но уже при этом получилось что то что раньше было одной системой находящейся практически в термодинамическом равновесии а именно излучение вещества после того как вещество стало уже слабо ионизировано стало двумя слабо взаимодействующими подсистемами и поскольку при расширении вселенной уравнения состояния для обычного вещества и для излучения разные то по мере этого расширения вещества и излучения остывали по-разному и вообще-то тут не получается Михаил Геннадьевич вот смотрите когда у вас система находится в состоянии термодинамического равновесия ее ну работа которую она может совершить на внешней среде равна нулю да? а когда она не находится в состоянии термодинамического равновесия то какую-то работу на внешней среде совершить она все-таки может вот стрела времени направлена так что эта неравновесия энергии не может возрастать дело в том что помимо вещества есть еще пространство а пространство в общей теории относительности это не просто вместилище на фоне которого бегают фотончики с электрончиками и прочие частицы и поля а пространство оно само по себе динамическая система и эта динамическая система может обмениваться с веществом энергии импульсов энтропии это вот понятно и поэтому да вещество было практически в термодинамическом равновесии до того как разделились вещества излучения но это все происходило в расширяющейся вселенной вот расширение вселенной и привело к тому что что это уже перестало быть хорошее приближение к термодинамическому равновесию в системе любой сложности закон невозрастания неравновесной энергии работает это собственно основа аксиоматики андрей романович давайте не будем обсуждать вопрос о том как посмотреть на рождение вселенной с точки зрения второго начала термодинамики потому что ответ будет простой не знаю и то что для рождения вселенной у нас нет уравнений у нас конечно есть уравнения общей теории относительности которые при решении назад по времени говорят что там была сингулярность но при приближении к этой сингулярности заведомо должны были сказаться эффекты квантовой механики причем эти эффекты должны были быть сильными эффекты гравитации тоже должны были быть сильными а то есть при описании рождения вселенной нужна квантовая теория гравитации нет у нас такой теории ее уже без малого сто лет мечтают создать и создать не могут потому что квантовая теория поля предполагает что пространство и время это некий фон этот фон может зависеть от времени но все равно этот фон квантовой теории поля как классический фон а и а чтобы проконтовать гравитацию надо нам рассматривать вот как вот мы в квантовой механике можем описать частицу которая проходит через две щели ну как бы одновременно она находится в суперпозиции состояний которые по-разному локализованы в пространстве так вот и для квантовой гравитации мы должны были бы описывать Вселенную в суперпозиции состояний с разными геометриями пространства времени сильно неравновесных состояний запомнили не буду я сейчас обсуждать неравновесность неравновесности поэтому какие там у нас были запасы неравновесности в момент рождения Вселенной не хочу это обсуждать кроме того скажем невозрастание теоремы невозрастания энтропии так скажем доказывается предположение что у нас энергетический спектр ограничен с ним а с гравитацией не ясно так ли это потому что если у нас есть сколь угодно низкие уровни энергии то сбрасывая так сказать часть системы в состояние со все более и более низкими энергиями мы можем за счет этого закачивая что-то в состояние с отрицательными энергиями мы можем из этого добывать положительные и тут возникают достаточно мутные вопросы на которых ответов пока нет ну ладно так или иначе вот это вот тогда еще горячее в 3000 кельминов электромагнитное излучение когда вселенная стала прозрачной отделилась это вещество и с тех пор это излучение остыло примерно в тысячу раз где-то до первых значит ну кроме того еще обычное вещество в отличие от излучения оно еще и за счет гравитации все-таки собралось в комки образовало галактики звезды планеты облака облака газа и пыли и прочие неоднородности излучение оно все-таки со скоростью света бегает и его заставить сколлапсировать куда как сложнее поэтому вот это вот ликтовое излучение оно практически однородное то есть первоначальным излучением просто обнаружили что небо равномерно светится с температурой 3 по Кельвину со всех сторон одинаково абсолютно однородно и все причем обнаружили это достаточно ангенотическим образом что что построили радиотелескоп и обнаружили в нем какой-то вот как считалось паразитный сигнал пытались от этого паразитного сигнала избавиться чистили радиотелескоп от птичьего помета ну в конце концов догадались проконсультироваться у кого-то из астрофизиков сейчас не вспомню фамилии и тогда вот сообразили что это светится само небо причем первоначально реликтовое излучение было предсказано Джорджем Гарманом который на самом деле Юрий Янтонович до того как он сбежал за границу он был вот был приятелем Ландау очень разносторонним физикам теоретикам одним из популяризаторов на науке кроме того и вот он рассматривая то как должно было вести в себя вещество в раннюю Вселенную когда Вселенная расширялась предсказал что Вселенная должна была быть горячей из какого и вот от этого излучения этой горячей Вселенной давно был бы с температурой вот примерно такого порядка я точно не помню назвал ли он 3 по Тельву или может быть чуть-чуть ошибся но там он назвал что несколько тель сейчас научились эту температуру мерить с гораздо большей точностью составила карту того как по небесной сфере распределена температурой дворелитового излучения эта карта на объявление сегодняшнего семинара приедена это объявление ходило приеду причем на самом деле эта карта которая на сегодняшнем объявлении которую вы могли видеть во всяких популярных статьях эта карта немножко скорректированная чтобы убрать из этой карты дипольную составляющую ну а или другими словами на этой карте перешли в систему отсчета неподвижную относительно реликтового излучения потому что если поскольку земля движется спутник вокруг земли движется солнце движется галактика движется и за счет движения вот этого датчика эффект доплера то что спереди выглядит подвергается синему освещению выглядит чуть более горячим то что сзади подвергается красному освещению выглядит чуть более холодным вот убрали после того как убрали осталось там тем не менее на этой карте вот этот вот эффект движения системы отсчета на этой карте тем не менее что-то осталось какая-то ряда что эта ряда означает вокруг этого сейчас идут очень и очень большие споры порой при этом возникают достаточно экзотические гипотезы например есть такая экзотическая гипотеза что что вроде бы там кроме дипольной составляющей на этой карте наблюдается еще квадрупольная составляющая ну квадрупольная составляющая это означает что диаграмма по направлению вот такую бабочку завращать вокруг оси и вот это будет квадрупольная диаграмма направленности и если дипольную неоднородность можно объяснить тем что движется система отчета то с чем связана может быть квадрупольная генуровность если она в самом деле есть то это уже завятка и причем более того при этом оказывается что есть некое выделенное направление у всей это это ипотеза эту ипотезу уже там сколько-то лет обсуждают вводят всякие громко звучащие термины для этого неоднородности а именно это выделенное направление уже успели обозвать ось зла почему зла непонятно тем не менее такой термин уже некоторые физики используют я бы вообще-то от такого термина на всякий случай воздержался потому что если это дойдет до желтой прессы то там такого насочиняют что я думаю авторы этого термина сами будут не рады ну и с чем могут связывать это неоднородность с тем например что можно попытаться высказывать ипотезы о том что наша вселенная вращается как целая есть вообще говоря такие решения уравнения общей теории относительности которые соответствуют тому что вселенная вращается как целая это так называемое решение Йоделя кстати того самого Йоделя который теорема Йоделя не был на теории фетики в общей теории относительности он тоже отметился причем у этого решения есть замечательная особенность что если мы сделаем путешествие по кругу в плоскости поперек оси вращения по достаточно большому кругу очень большому то можно прилететь в собственное прошлое или другими словами то Йоделя допускает замкнутые временеподобные мировые линии те кто уже изучает специальную теорию относительности кто на третьем курсе или старше те понимают что замкнутые временеподобные мировые линии означает что можно путешествовать в собственное прошлое то что временеподобные мировые линии это такая мировая линия которая идет все время в будущее а раз она казалась замкнутой значит шли все время в будущее а пришли в собственное прошлое но это понятно это экзотика все таки наверное большинство физиков такие модели не рассматривают большинство физиков просто заранее объявляют что все решения уравнения общей теории относительности которые позволяют попасть в собственное прошлое являются заведомо не физическими и просто вот их выкидывают хотя с другой стороны вот такой подход он работает в классике а если мы будем пытаться смотреть на все на это дело с квантовой точки зрения то там вот нельзя просто что-то так вот отбросить а надо еще объяснить почему мы скажем не можем вселенная не может протонулировать в такое нехорошее состояние но не будем сейчас о грустном о квантовой гравитации которая у нас все равно будет значит также вокруг того же самого реликтового излучения идут спекуляции на ту тему что вот можем ли мы увидеть вот в этих неоднородностях колебаниях ранней вселенной вот с этими колебаниями ранней вселенной могут связывать ту же самую которая неоднородность что вот в этой ранней вселенной прошла своя волна и вот это и рассмотримо в общем я тут могу подпить по-моему, все-таки для этих звуковых волн ищут неоднородности помельче есть в частности есть и другие более экзотические варианты например, в этих неоднородностях пытаются увидеть следы предыдущих вселенных потому что модифицировав уравнение состояния скажем, допустив, что может быть вещество у которого давление больше, чем плотность энергии или модифицировав общую теорию относительности например, предположив, что наше четырехмерное пространство-время погружено как некая мембрана в пространство-время большей размерности можно строить модель в которых вот это самое состояние плотное и горячее из которого Вселенная начала расширяться это не начало времен а это какой-то промежуточный этап что, скажем, есть модели, в которых Вселенная пульсирует то сжимается, то расширяется есть модели, в которых вот наша мембрана поверхности, в которой мы живем четырехмерная точнее, трехмерная мембрана четвертое измерение времени в пространстве большей размерности сталкивается с какой-то соседней мембраной и это и есть там большой трех но, опять-таки, пока это все в существенной степени является спекуляцией потому что, что мы видим что вот есть вот этот фон и есть его нет впрочем, все-таки космология это далеко не та космология которая была ну, скажем так, даже 20 лет назад потому что даже 20 лет назад не было карт этого реликтового излучения нет, соответственно, не было большого источника информации которая, не знаю, успеет или не успеет сегодня обозреть для вас наш сегодняшний докладчик кроме того, не было тех измерений которые последние полтора-десятка лет показали, что наша Вселенная расширяется с ускорением не было еще такой, как сейчас, уверенности в том что существует темная энергия и темная материя правда, на самом деле, и сейчас полной уверенности в этих обстоятельствах нет но, тем не менее то, что Вселенная расширяется с ускорением это, что это означает это означает то, что все-таки мы не можем пренебрегать тем, что можно назвать энергией вакуума что вот есть то, что Эйнштейн называл космологическим членом что вакууме есть своя энергия если это действительно космологический член то это означает что он вносит такой вот вклад что у него энергия равна давлению с обратным знаком и вот такое вот странное вещество у которого энергия равна давлению с обратным знаком оно обладает тем замечательным свойством что движение относительно такого вещества обнаружить невозможно то, что тензор энергии импульса пропорционально метрическому тензору с какой бы скоростью вы ни двигались все равно окажется, что плотность энергии та же самая давление то же самое соотношение между ними тоже самое но и при этом оказывается, что большая часть энергии современной Вселенной это энергия вакуума или что-то на нее очень похоже и при этом получается достаточно своеобразная картина что на начальном этапе развития Вселенной по гипотезе, которая принята очень но если не большинством космологов, то очень многим в соответствии со сценарием инфляции ранняя Вселенная стала такой однородной потому что там был период очень быстрого расширения когда за время в долю секунды Вселенная расширивалась в 10 в большой степени раз и за счет этого все неоднородности, которые там были растянулись и Вселенная стала на наших масштабах практически однородной после этого, как считается, этот этап, как считается, кончился тем что тот вакуум, который привел к тому быстрому расширению был не совсем настоящим вакуумом а был неким псевдовакуумом который после этого оказался неустойчивым распался и породил обычное вещество и это вот обычное вещество расширялось, расширялось и после того, как сначала Вселенная расширялась какое-то время с замедлением но когда обычное вещество стало достаточно разрежено то расширение снова стало скоро и в общем, тут есть разные япотезы но я не знаю, насколько имеет смысл сейчас в них углубляться поскольку докладчика пока нет, наверное, чуть-чуть скажем, тут есть япотеза, которая позволяет замкнуть историю Вселенной в круг несколько другим способом а именно, что если Вселенная и дальше будет расширяться узкое то через многие-многие миллиарды лет она окажется практически пустой то, что все вещество разъедется очень далеко и есть даже сценарий вместо большого взрыва, большого разрыва что вот это расширение Вселенной в конце концов должно все вещество разорвать на мелкие клочки ну и, соответственно, некоторые физики спекулируют на эту тему что вот вначале мы имели расширяющуюся пустую Вселенную в конце мы получаем тоже расширяющуюся пустую Вселенную не получится ли, что это одно и другое, одно и то же надо только каким-то образом добиться того чтобы в конце каким-то образом выросла энергия вакуума впрочем, ситуация с энергией в общей теории относительности и в космологике в средстве этого достаточно своеобразная дело в том, что если у вас расширяется вещество с отрицательным давлением то есть с натяжением то энергия возрастает и вследствие этого получается что мы можем вообразить сценарий при котором суммарная энергия Вселенной энергия пространства-времени плюс энергия вещества равна нулю положительная энергия вещества в точности компенсируется отрицательной энергией самого пространства и в этом смысле может оказаться, что Вселенная создает сама себя но это спекуляция за которой сейчас я могу услышать резкую критику Андрея Романовича а спекуляция, действительно спекуляция, что такое энергия дело в том, что я могу сейчас поговорить про проблему энергии в общей теории относительности может быть перейти к какой-то дискуссии докладчик до нас не добрался давайте попробуем вообще энергия родилась как величина, которая сохраняется полуэнергию на всей стене а неравновесная энергия как величина, которая не возрастает а вот это по определению Андрей Романович, давайте не будем про неравновесные энергии давайте про обычные ну, в некоторых случаях про энтропию говорить очень неудобно когда вы имеете мало сведений о структуре системы, которую хотите описать то приписывать ей какую-то энтропию очень сложно а измерять эту энтропию вообще невозможно поэтому можно ввести немножко модифицированное понятие, которое гораздо удобнее для описания такой системы но если Михаил Геннадьевич не хочет его выводить, пожалуйста, полной энергии хватит энергия это величина, которая сохраняется по определению для того, чтобы она сохранялась, она считается определенным способом вот и все объясняю, откуда берутся проблемы с энергией и импульсом в общей теории относительности в общей теории относительности, как вы наверное слышали, есть принцип их варядности что локально можно истребить гравитационное поле, усевшись свободно падающей системой отсчета но дело в том, что в общей теории относительности гравитационные волны тоже могут переносить энергию и импульс а с другой стороны, даже если через вас проходит гравитационная волна если усилив свободную падающую систему отсчета то вы все равно истребили гравитационное поле даже если там и волна гравитационная бежит и таким образом оказывается, что энергию и импульс гравитационного поля сложно локализовать вы не можете приписать эту энергию и импульс в какой-то области пространства времени потому что в любой малой области пространства времени выбором системы отсчета вы можете ее обновить и поэтому для обычного вещества в общей теории относительности вводится тензор энергии и импульс который действительно хороший, настоящий тензор а для энергии и импульса гравитационного поля вводится псевдо-тензор энергии и импульса который ведет себя как тензор только для линейных замен а для нелинейных замен, которые вовсе не тензор чтобы как раз отразить вот этот фарм и поэтому, скажем, чтобы определить, что такое энергия и импульс в общей теории относительности есть разные подходы, например, есть такой подход что надо уйти до бесконечности и смотреть с этой бесконечности на нашу систему и тогда, если на бесконечности асимптотическая система создает гравитационное поле такое же, как частица массы М движущаяся с импульсом П то вот мы и говорим, что вот вся эта система включая и вещество, и гравитационные волны, и все на свете обладает соответствующей массой, энергией и импульсом но проблема в том, что для этого надо, чтобы во Вселенной была пустая и плоская бесконечность то есть опять какое-то пространство с локальной метрикой чтобы вот, чтобы все вещество во Вселенной было в какой-то ограниченной области можно просто так поиметь смысл вообще в общей терриотносительности вводить такую причину, как энергия, если мы не можем определить ее мы ее можем определить и даже разными способами, но каждый из этих способов по-своему хромает а не вводить энергию было бы все-таки проблематично кстати, есть еще и такой момент что энергия нужна и для квантовой теории потому что, чтобы описать эволюцию квантовой системы нужен Гамильтоньян, и Гамильтоньян это и есть энергия, записанная через координаты импульса и то, что у нас есть проблема с определением энергии в общей теории относительности это может быть частью большой проблемы с тем, что у нас нет квантовой теории гравитации но опять-таки, поскольку у нас нет этой теории, я не могу сказать о том о, вы еще здесь, спасибо ну что, Настя? мы тут уже поговорили про вселенную набрание про теоретические парадоксы, про вы зла так еще не перекрывай перечки, я только хорошо не перебрю вам это, возможно чуть-чуть хорошо где-то тут был ещё пульт ну, пульт ну, надо этим футом включать проект но вы не беспокоитесь у нас были случаи, когда докладчики опаздывали ещё больше Один из самых выдающихся случаев был, когда докладчик опоздал на полтора часа и самое смешное, что его существенная часть слушателей дождалась, и он еще не сделал доклад Нам тогда повезло, потому что его пришел послушать Замберкава Скворту, которому эта тема была профессионально интересна, и его тогда вытолкало в доске делать введение Сейчас, вот, есть, отлично Вы представьтесь? Да, конечно Скажите, какое вы имеете отношение к физтеху? Чтобы студенты знали, что они могут, в принципе, выброшить траекторию, которая приведет их к... Куда сейчас приведет, я расскажу Ну, меня зовут Сергей Сибиряков Я, собственно, оканчивал физтех, один физтех для меня равно место Какой факультет? Проблем физики и энергетики Есть кто-нибудь? О, отлично Очень хорошо Сейчас я работаю на институциальных исследований Российской академии наук Я не знаю, знаете ли, к сожалению, сегодня произошло грустное событие И я, к сожалению, должен начать, на самом деле, с этого Что был принят в Госдуме закон, который, на самом деле, фактически, систему Российской академии наук уничтожает Поэтому, может быть, я должен написать бывший, честно говоря, это сильно очень печально Ну, будем как-то существовать и попробуем все-таки заниматься наукой Не смотря на это Поэтому Так Ну, я, собственно, большую часть на доске буду рассказывать Будут несколько слайдов Ну, так вот То, что я буду рассказывать Относится к области науки, называемой космологией И Ну, я попытаюсь рассказать, насколько это интересно Это, на самом деле, действительно очень увлекательная наука Которая всегда была, конечно, увлекательной Потому что всегда человеку было интересно знать устройство Вселенной Да, задумываться в этих глобальных вещах, как устроена вся Вселенная целиком Но, в последнее время, эта наука просто совершила качественный скачок От каких-то умозрительных построений к области точного знания Ну, и, на самом деле, скачок можно Ну, реально скачок там случился за 100 лет И в последнее время он еще будет, значит, развитие ускорит И, чтобы просто оставить себе представление об этом На самом деле, 100 лет назад Даже не 100 лет, меньше чем 100 лет назад До 1925 года Была известна Вообще не было известно, что есть другие галактики, кроме нашей То есть считалось, что все, что наблюдают астрономы Это все звезды, которые находятся в нашей галактике То есть вот Вселенные находятся звездами И только в 1921 году Хаббл открыл первые галактики вне нашей А сейчас этих галактик На 2014 год известно с полтора миллиона почти И, как сказать, статистика набирается Экспоненциальная скорость То есть в одно же скоро будут известны Ну, если не все галактики, то все скопления галактики То есть все через одно Ам... Миллионы или миллионы? Нет, полтора миллиона галактики Нет, полтора миллиона галактики Всего? Не галактики Уже немало Так... Да, и вот, собственно, одним из основных инструментов В этой области космологии То есть инструментов, которые реально приносят количество сведений о Вселенной Является космическим микроволновым излучением О котором я не буду сегодня рассказывать Значит, что это такое? А... То есть что наблюдается? Ну, наблюдается следующее Что во всей Вселенной Со всех сторон Ну, если запустить антенны Детектор в космос То это детектирует, что со всех сторон Приходит излучение в области В микроволновом диапазоне То есть длиной волны Несколько сантиметров Ну, порядка сантиметра И на самом деле Югший термальный спектр С температурой Вот здесь можно более точную цифру написать Температура 2,725 Минус 0,002 Кельтин Плюс-минус это флуктуация? Нет, это точность определенной температуры Абсолютная температура Ну, это я как-то энгрименту Естественно, это очень важная речь Вот Значит, такой Планковский спектр Ну, вот смотрите Значит, Планковский спектр Ну, давайте сначала скажу теоретически Что это такое? Это спектр излучения Абсолютно чёрного тела Абсолютно чёрное тело излучает так, что Плотность энергии Находящейся в диапазоне d-омега, для нее есть формула. Значит, это ω³, на какой-то фактор есть π², а вот здесь вот характерный планковский множитель. Да, кстати, прошу задавать мне вопросы сразу, если что-то непонятно, сразу перебивайте, задавайте, чувствую себя совершенно свободно, потому что я всегда готов объяснить детали. Вот, имеющий вот такой характерный график. Значит, если здесь я напишу dEbdω, здесь ω, то вот такая вот кривая с максимумом. У меня есть сразу вопрос. Вот с такой точностью температура определяется по светимости или по отношению каких-то спектральных компаний? По отношению с спектральных компаний. То есть в несколько диапазонов измеряется интенсивность и фиктируется планковским спектром. Собственно, вот здесь изображены... То есть это наилучшая аппроксимация планковским спектром? Да. А вот здесь изображены экспериментальные данные на фоне теоретической кривой. Они абсолютно совпадают. Это дело хашистских экспериментов. Вот, их не видно. Эта кривая составлена из них, из точек экспериментальных точек. Это данные инструмента FIERS, который летал на скутингер-клубе в конце 80-х годов. Который, собственно, измерил спектр. На сегодняшний день это самое точное измерение спектра электроизлучения. И вообще говоря, вот это, как мне говорили некоторые люди, это самое точное чёрное тело, которое есть у нас во Вселенной. То есть все чёрные тела, которые начали в лабораторию, они хуже, на самом деле. Их по направлению влияется? Нет, потому что это всё будет. По направлению, значит, это извлекается из отношений. Из отношений интенсивности в разных диапазонах. А, да, кстати, вот. Значит, вы мне должны перезадать вопрос. На самом деле она в единицах измерения. Потому что единицы измерения здесь непривычные. А я в моём докладе пользуюсь исключительно тем, что называется естественной системой единиц, где фундаментальные константы положены равны единице. То есть скорость света, как постоянная планка и постоянная бодзона, равны единице. Поэтому у меня все величины измеряются на самом деле в единицах энергии. То есть после этого остаётся одна ременная величина, энергия. Длина будет обратной энергии, время тоже обратной энергии и так далее. И энергию обычно измеряют, как при этом физике элементарных естеств, в электрон вольтах. Такая единица в электрон вольт. Ну, у меня простой физический смысл. Это энергия, которая приобретает электрон, пройдя разность потенциалов в один вольт. Ну, она немножко такая выглядит определение колено, но понятно, что оно очень естественно в ускорительной физике. Там, где прикладывалось какое-то напряжение, ну, изначально, по крайней мере. Ускорились частицы ровно так. Прикладывалось напряжение, они приобретали какую-то энергию. И вот это, естественно, единицы измерий. Так вот, значит, есть это реликтовое излучение. Это экспериментальный факт. Теперь вопрос. Откуда оно приходит? Это уже вопрос к теории. На самом деле, исторически случилось наворот. Сначала была разработана теория, которую он предсказал. А потом, скажем так, независимый. Реликтовое излучение сначала не повеяло. Теория, она как-то так, считалась чистой игрой ума. Потом этот экспериментальный случайно открыли это излучение. Получили это в результате. Да, так вот, реликтовое излучение является предсказанием теории горящего большого взрыва. Ну, коротко и простыми словами, Теория горящего большого взрыва состоит в том, что Вселенная в начале своей эволюции была горячей. Т.е. она была заполнена горячей плазмой с какой-то большой температурой. И впоследствии остывала. И то, что мы сейчас наблюдаем, это результаты этого остывания. Сейчас, конечно, у нас во Вселенной, если мы посмотрим на, скажем, на звезды, планеты и пыль, как межзвезды, Ну, ладно, холодная по большинству. Ну, хотя, всякое бывает на самом деле. Но, значит, утверждение теории горящего большого взрыва состоит в том, что в начале своей эволюции Вселенная влагающая. И на самом деле даже теория горящего большого взрыва не ставит верхних ограничений на эту температуру. То есть она приблизительно говорит, что температура стремилась к бесконечности, когда время в жизни Вселенной стремилось к нему. Ну, а раз так, то у меня был этап, например, когда температура была больше, чем 1 мегаэлектрон вольт. Мегаэлектрон вольт — это миллион электрон вольт. А эта энергия соответствует удвоенной массе электронов. То есть это больше, чем удвоенная масса электронов. При таких температурах возможен процесс, когда два гамма-кванта сталкиваются с большими энергией, вот порядка этой температуры, и рождают пару электронов — E- , E- . И наоборот. То есть такой процесс идёт в эту сторону и идёт обратно. Процесс, конечно, когда E- , E- сталкиваются и тоже рождают пару гамма-квантов. Какой-то вопрос? Может быть, два гамма-кванта не между собой столкнется, а с чего-то ещё? Потому что пока Россия не похожа, а потом не принадлежит рождаю. Нет, ну вообще-то есть такой процесс, но это самое... Но он исключительно гипотетический. Нет, нет, почему же? Этот процесс, это прямо... Нет, такой прямо есть. Как он называется? Ну как, он называется? Электронную сторону рождения? Да, конечно. Он наблюдается. Да, для этого нужно про взаимодействие. Нет, нет, гамма-гамма. Этот процесс наблюдается экспериментально. Когда космические лучшие высокие энергии летят через Вселенную, сверхвысокие, то есть энергии больше, чем 10-18 литов вольт, они, как раз рассеиваясь на вот этом электронном излучении, производят пару гамма- и минус. Это наблюдается. Актерновый геограмм-фейминг – это вот такой процесс. Не знаю, на ком он вести. Это вот этот процесс. Гамма-гамма, где-то сейминус. А в лаборатории этот процесс наблюдался? И он, это кросс-процесс к коммптонскому рассею. Вот такому. Ну как и гамма-электронную. Вот это в коммптонской рассею. Гамма-гамма, фотон-фотонное взаимодействие. Ну нет, на свободном фотоне нет. Сейчас я подумаю. Сейчас я подумаю. Наблюдался он или нет. Наблюдался точно рассеянный фотон на реальном фотоне. Наблюдался точно рассеянный виртуальном фотоне. Это рождение в поле ядра. Но это та же самая диаграмма, только здесь еще ядро навершено. А сейчас идут разговоры о высоконавидничных лазерах, которые мы сталкивались и такое производение. Но, по-моему, еще реализации не было. Такой процесс заведомо должен быть, потому что обратный процесс это объединяция электронных с электронами великолепно изучен. Это правда. Другой процесс, который описывается в той же диаграмме, он был сказан просто начнение электронно-заряженной частиц. Да. Фотон на фотоне. Фотон на фотоне. Это обратный процесс к этому. Насколько процесс есть, есть и обратный. Только надо, чтобы энергия была больше порога этих фотонов. И, собственно, при вот этих температурах, больше одного мегаэлектронного вольта, эти процессы находятся в равновесии. То есть сколько производится фотонов, столько их уничтожается. То есть, кто-то этот процесс уничтожает фотоны, а редко их производит. И, собственно, из-за этого фотоны термализуются. Ну, на самом деле, всё термализуется. И электроны, и фотоны. И, на самом деле, тут есть ещё и другие частицы. Конечно, протоны и нейтроны есть, потому что они достаточно только живыше. И они тоже находятся в прямом равновесии в этой бане. Вот. А вот при энергиях меньше одного мегаэлектронного вольта Этот процесс вымораживается. То есть, этого больше не происходит. Электроны с позитронами амегилируют полностью. То есть, позитроны полностью исчезают. И остаются только электроны. Из-за того, что изначально есть асимметрия. Электронов немножко больше, чем позитронов. И тогда при энергиях... Давайте я объясню, что меньше. При температуре меньше, чем 1 мегаэлектрон вольт. На самом деле, там температура чуть ниже, но температура не важно. А изначально предполагали асимметрию? Или... То есть, изначально теория горячего пушевого взрыва предполагала асимметрию между частицами и античисляциями? Да. Эта теория предполагала асимметрию. И на сегодняшний день это открытый вопрос. Откуда эта асимметрия взялась? И я даже объясню, почему он действительно существенно физический вопрос. То есть, можно было бы сказать, ну, такие начальные данные. И так долго и отвечали приблизительно таким образом. На самом деле, асимметрия очень маленькая. Перевышение количества частиц над античастицами... Значит, вот если я такое отношение смотрю... E минус, минус E плюс, да? Плотность числа частиц... Плотность электронов минус плотность позитронов. Поделить на плотность электронов. В начале моего времени, когда температуры вот такие. Показывается, что эта величина порядка 10-9. То есть, очень маленькая, на самом деле. И вот откуда взялась вот эта маленькая величина, является открытым вопросом современной химии. Ну, есть гипотер на эту тему, но... Ну, как бы, он до конца не решен. На самом деле, вопрос ремонтируется в театрах протонов скорее. Барионной асимметрии. Но это более-менее то же самое. Это называется проблемой барионной асимметрии. Да, ну вот, возвращаясь к этому. Мы пока предполагаем, что какая просто асиметра есть. Теория горящего большого взрыва изначально просто предполагала, что есть асимметрия. А, может, тут еще важно сказать, что эта асимметрия сохраняется. Дело в том, что у меня... Точнее, разность количества электронов и базитронов не меняется. У меня всегда во всех процессах элементарность. Но они либо пары не уничтожаются, либо пары не рождаются. Поэтому вот эта разность остается постоянно. Вот, а если эта асимметрия изначально заложена, то она останется. А с каких предпосылок мы делаем в токопоположении? То есть просто... То есть асимметрия? Да. Ну, потому что сейчас... Нет, не что есть асимметрия, что она сохраняется. Нет, это не гипотеза, это следствие теории. Потому что все процессы, видите, как устроены, у меня могут родиться либо парами электронов и позитрон, либо уничтожиться парами. Ну, либо они вообще не уничтожаются, остаются на месте. И ни в этом, ни в этом процессе вот эта разность не меняется. И все остальные процессы так же устроены. На самом деле, за этим есть глубокая причина. Называется симметрия, электронная симметрия. Но я думаю, что если мы это будем обсуждать, это у нас далеко очень не будет. Вот. Так. Да, например, при вот этих температурах. При вот этих температурах вот этот процесс исчезает, потому что у протонов уже не хватает энергии, чтобы произвести электрон-позитронную пару. И остается... Значит, вот у этого процесса нету обратного. Соответственно, все позитроны уничтожаются. И в системе остаются только электроны, протоны, ядра, гелия. То есть, ядра гелия, сейчас скажу, что это такое. Гелия 2+, и гамма-кванты. Значит, гелия 2+, это объект из двух протонов и двух нитронов. Такое вот нитрон. Ну, они связываются в ядре. На самом деле, есть еще небольшая примесь других легких элементов, но это мелочи, остаются вот эти элементы. Вот. Значит, в этой ситуации уже фотоны не производятся, на самом деле. То есть, уже нет процесса, где бы фотоны рождались. Вот этот процесс полностью прошел, больше уже не идет. Но остается по-прежнему процесс расселия фотонов на электронах. Собственно, вот комнатонская расселия, которую я рисовал уже. E-, гамма-квант. Значит, давайте я буду что-то типа диаграммфейка нарисовать. Но смысл такой, что здесь гамма-квант рассеялся на электроны, и другие, но они отменялись энергией. Соответственно, по-прежнему сохраняется термальная равновесие между электронами и фотонами. Или даже, нам важно, нет, важно, что фотон распространяющий через эту плазму рассеивается на электроны. С фотон через нее идти не можно, достаточно эффективно рассеивается. Ну и, наконец, третий важный этап. Это когда температура падает до значений доли электрон-вольта. А если точно, 0,27 электрон-вольта. Тогда происходит то, что называется рекомендация. Это ключевой процесс в космологии. Электроны и протоны объединяются в нейтральные атомы водорода. Ну и два электрона объединяются с атомами гелия. На самом деле, вот этот процесс немножко раньше происходит. То есть он объединяется с ядрами гелия в атоме гелия. И после этого Вселенная становится нейтральной. В этом процессе излучается последний гамма-квант. На самом деле, сколько это гамма-кванта? Излучается, конечно. Излучение должно быть брошено. Но после этого гамма-квант на нейтральном водороде уже не рассеивается. Гамма-квант рассеивается на зарядной кисти. И после этого гамма-квант начинает распространяться через Вселенную насквозь, без взаимодействия. То есть картина такая, что в тот момент времени, когда упала температура до этого значения, произошло последнее рассеяние фортонов. Так и говорят. Последнее рассеяние фортонов. И они летят после этого через Вселенную ничьей взаимодействия. Это не совсем правильно. Сейчас я скажу, какие тут есть поправки. На всякий случай в Кирионах. А, вот это в Кирионах, сейчас скажу, это 3000. Летят еще ничьей взаимодействия. Их мы видим. И эти фортоны должны иметь термальный спектр. Понятно, да? Потому что вот здесь все было термализовано. А, значит, они имеют термальный спектр. Вот мы их видим. Только вопрос. Почему у них температура-то вот такая? В смысле, почему у них температура 3 Кирион, как я сказал, а не вот эта вот? А вот это из-за того, что у нас есть эффект гравитационного красного смещения. После этого времени Вселенная продолжает расширяться. И что такое расширение Вселенной? Но можно об этом думать как растягивание всех длин, характерных длин. То есть если у меня был какой-то фотон, у меня была длина волны. Из-за растяжения Вселенной длина волны растягивается. Ну а раз растягивает длина волны, значит падает частота. Ну и падает соответственно температура. Вот. И оказывается, что от времени последнего рассеяния до нашего времени Вселенная растянулась в тысячу раз. Это мы знаем, сравнивая вот это предсказание теории с тем, что мы наблюдаем. Принято это выражать в терминах того, что называется красное смещение. Значит, вводится понятие красное смещение, Z. Это изменение отношения частоты фотона сейчас, сейчас, наоборот, частоты фотона тогда, в какой-то момент времени, к частоте фотона сейчас минус один. Ну минус один для утопки взято, для малых значений, чтобы это было равен 0. И, соответственно, Z-рекомбинации, я когда здесь пишу вагнитом, Z-рекомбинации, то есть красное смещение комбинации, значит, оно приблизительно 1000. Ну, на самом деле, я думаю, это число можно уточнять, но, как это видно, то есть. Ну, давайте я скажу, чтобы приводить вас в заблуждение, скажу, что вот немножко прокомментируем вот это утверждение, что фотоны распространяются свободно. На самом деле, я не совсем так. Так, давайте я вот здесь начну писать. Значит, есть ряд эффектов, которые влияют на распространение фотонов. И это важно для интерпретации современных экспериментальных данных или современной теории. Значит, ну, первый эффект, я уже сказал, это покраснение. Кразнение или красное смещение, если правильно выражаться. Ну, я уже сказал, это связано с расширением силы. Есть второй эффект. Значит, его научное название интегральный эффект Саркса-Вольфа. Интегральный эффект Саркса-Вольфа. Саркса-Вольфа. Так, в чем он качественно заключается? Так, давайте я буду вот здесь рисовать картинки. Значит, заключается он в следующем. Вам в процессе решения Вселенной все остывает. Вот эти атомы-водороды начинают гравитационно притягиваться друг к другу. Ну, в смысле, атомы-водороды притягиваются всегда. И если у меня есть какие-то возмущения, неоднородности в веществе, дополняющем Вселенную, у меня там, где плотность больше, в эту область притяжение будет сильнее. Там, где плотность меньше, в ту сторону притяжение будет сладнее. Поэтому те области, где плотность немножко больше, плотность вещества дельтеро положительного, они пытаются сжаться. Ну, а соответственно область, где дельтеро отрицательная, из нее все уходит. Из нее материя уходит. То есть области, которые были полными, становятся еще полнее, а области, которые были пустыми, становятся еще более пустыми. Это называется гравитационный коллапс. На самом деле таким образом образуются все объекты Вселенной, в конце концов. То есть звезды, галактики и так далее, они образуются вот таким образом. Сжимается термичный газ, нагревается при этом, начинает сталкиваться между собой, нагревается, и образуются звезды. Где у нас газов много, там образуется галактика. Ну и так далее. Какое это имеет отношение к микроновому излучению? Вот какое. Там, где вещество много. Как я уже сказал, там притяжение сильнее. То есть ньютонский потенциал этого вещества, если я его напишу, он здесь, но он везде отрицательный, но вот здесь он больше, чем вот в этой области. Фи от Дельта Ро положительного, значит он отрицательный, давайте мы это учтем. Фи от Дельта Ро, где Дельта Ро больше нуля, в этих областях этот ньютонский потенциал меньше, чем в этих областях, где Дельта Ро отрицательный. Или давайте я нарисую такую картинку. Значит, ну какая-то условная координата Х. Сейчас, поскольку она отрицательный. И вот значение минусского потенциала. Ну везде он отрицательный, но здесь он более отрицательный, чем в этих областях. Как-то вот так. То есть вот здесь образуется то, что называется потенциальная яма. Теперь, когда сюда влетает фотон, он попадает в эту яму, и случается уже такое локальное гравитационное красное смещение. Из-за гравитационного поля, там где гравитационное поле тянет этот фотон, и делает его более синим. То есть оно его подогревает. Если бы яма так и оставалась во времени неизменно, то он бы прошел через эту яму, где он просинял, то есть он длина волны стала короче, и ушел бы обратно с такой же длиной волной. И ничего бы не случилось. Но из-за того, что все происходит во времени, и вот здесь вот вещество все более и более коллапсирует со временем, эта яма углубляется, пока через него летит фотон. То есть пока он там влетел, яма стала глубже. И для того, чтобы выбраться, ему надо приложить больше усилий, чем ему дали энергию, когда он влетел туда. Поэтому когда он вылетает, он более красный, по сравнению с тем, что было в начале. Таким образом, если мы смотрим на элитовое излучение сквозь области с большой плотностью, фотоны, приходящие оттуда, будут краснее, чем фотоны, приходящие из других стран. Вот это вот суть эндегрального эффекта САКСАВОЙ. Третий эффект. Линзирование. Гравитационный линзирование. На самом деле близкий эффект. Значит, это то же самое, более-менее, это взаимодействие фотона с гравитационным полем коллапсирующих объектов. Но теперь не энергетический аспект взаимодействия, а геометрический. Потон, распространяющийся мимо вот таких вот повышенных плотностей энергии, его траектория перескривляет, опять-таки, гравитационным полем. Соответственно, будет какое-то перескривление под управлением. Есть вот это гравитационное линзирование. Четвертый эффект. Четвертый эффект состоит в следующем. Это реионизация. Что это за зверь такой? Значит, реионизация, вообще говоря, это следующий процесс. Ну вот, по результате вот этого коллапса гравитационного у меня образуются первые звезды. Первые звезды, они начинают светиться. То есть они начинают светить, излучать энергию наружу. И этим светом они нейтральный газ, вот эти нейтральный водород, снова реонизуют. И на самом деле сейчас как раз большинство газа ионизовано. Большинство межгалактического межзвездного газа ионизовано. В результате этого процесса реонизации. То есть в конце концов, на самом деле через длительное время после рекомендации, происходит обратная реонизация. Ну, в результате этого образуются опять свободные электроны. Да, и паратроны. Но паратрон меня сейчас не очень интересует, а электроны интересуют, потому что на них теперь могут рассеиваться гамма-кланта. Конечно, теперь они рассеиваются намного менее эффективно, чем они это делали до рекомендации, потому что плотность электронов уменьшилась. Вселенный раздувший электронов стало гораздо меньше. Но, тем не менее, процесс рассеяния пошел. То есть гамма-электрон опять прошло хоть рассеяние. В электрон гамма. Ну и это вот влияет на распространение гамма-кванта. Ну и, наконец, пятый эффект очень красивый. Это эффект Синяева-Зельдовича. Эффект Синяева-Зельдовича. Как видите, советские физики. Вообще в области космологии очень много. Очень много фундаментальных прорывных вещей сделано российскими и сельскими физиками. Это как исторический свалец. Наша свалецкая школа очень сильная, на самом деле. Это всем признается. Так вот, что такое эффект Синяева-Зельдовича? Это эффект, который был предсказан, я это нечестно. И это стал буквально последние пять лет экспериментально наблюдаться. Не просто экспериментально наблюдаться. А стал одним из основных инструментов изучения астрофизики. Т.е. структуры галактик, скопления галактик и микровомного излучения. Начнем эффект Синяева-Зельдовича. Это опять связано с этим рассеянием. Электрон-фотонным рассеянием. Это рассеяние происходит в облаках горячего газа. У нас во Вселенной есть газ не просто реализован, а еще и горячий. Т.е. в этих облаках температура может быть больше, чем килоэлектрон-вольт. Но это связано со стратегией. Это стратегический эффект. И фотон, рассеивающийся на электронах в таких облаках, он подогревается. Значит, этот гамма-квант за счет этого рассеяния становится более синим. Он вылетает отсюда из этого облака с большей энергией, чем он туда влетел. На самом деле со спектром в результате происходит следующее. Спектр перестает быть строго термальным. Т.е. если изначально спектр был планковский, вот такой вот, теперь за счет однократного взаимодействия, однократное взаимодействие доминирует. То есть все-таки не такая большая плодность вещества, чтобы фотон много разрастить. Он обычно рассеивается один раз. Соответственно, у фотонов просто увеличивается энергия. Он перебрасывается из вот этой области вот сюда, из этой области сюда. То есть светодвигается вот так вот, деформируется. В результате образуется очень характерная деформация. В общем, ее очень легко выделить, легко найти спектр. И таким образом можно измерять, то есть ввязя на то, как деформировался спектр электроизлучения, приходящих нам с определенных сторон, можно определять плотность газа в этих облаках, размерах, их удаленность от нас и так далее. Таким образом, начнется вот этот эффект, который сейчас просто становится инструментом изучения астрофизики, устройства больших скоплений и галактик. Такой газ, он обычно больших скоплений и галактик присутствует. Вот, начнется вот эти пять эффектов. Какие вопросы? Можно вопрос? Почему при температуре, ну, на этапе при температуре меньше 1 мэво, вообще было такое вещество, как гелий 2+, то есть оно оказалось более сложным, чем... Дело вот в чем. Значит, в процессах еще вот до этой энергии образовалось некоторое количество нейтронов. Потому что при еще более высоких температурах был процесс образования нейтронов. Протон плюс нейтрино, сейчас, протон плюс... что там? Плюс электрон, нейтрон плюс нейтрин. Вот были такие процессы, они тоже были в равновесии. Это при энергиях, при температурах больше 1 гиэв. Вот. Идут такие процессы. Образуются нейтроны и исчезают нейтроны. Поэтому образовалось некоторое количество нейтронов. Обязательно. А нейтрон, конечно, живет конечное время только. Но длинное. 10 минут точнее. Поэтому, пока вот все это происходит, а все это происходит на самом деле достаточно быстро, вот эта история, вот эта температура соответствует времени жизни Вселенной порядка 1 секунды. Сейчас правильно я сказал про 1 секунду. Ну, несколько секунд, ладно, не буду. 1 минуту, наверное. Вот. То есть это время жизни Вселенной, когда вот эти температуры имеются, это порядка 1 минуты. Поэтому нейтроны, которые образовались, часть из них распалась, но далеко не все. А те, кто не распались, им выгодно образоваться, соединиться просто аналитически с ядрами водорода, с протонами и образовать ядра гелия. Просто у ядра гелия это большая связь. А аналитически нейтронам нужно с чем-то связаться. Поэтому эти ядра гелия остаются. И более того, можно мерить концентрацию гелия первичного. И она тоже предсказывает эту теорию. И она более-менее совпадает. А сейчас? Каково соотношение плотности гелия в те времена? Значит, количество гелия, которое начально образовалось в этом процессе, сейчас я вспомню. Ну примерно. Ну да, там где-то его 1 четверть от протонов. Только вот я не помню по массе или по количеству. Наверное, по количеству. В общем, по порядку столько же? То есть не сильно меньше, чем протон. Не, ну меньше, чем протон, все-таки важно. Вот. Ещё вопросы? Вы меня, кстати, скажите, когда я должен закончить, если... А в чём особенность фотона, если вот при взаимодействии с облаками космических плазм, космические лучи в основном ускоряются? А фотоны наоборот поясняют? Ну это совсем другие энергии. Это обсуждаются фотоны с энергиями, ну вот, 1 кельвин, 1 электронвольт. Не 1 электронвольт, а гораздо меньше 1 электронвольт. А, значит, космические лучи, которые ускоряются, там, заряженные частицы, они, во-первых, должны быть ещё ускоряться. Во-вторых, это энергии не 1 электронвольт обычно, но и больше. То есть когда говорим о космических лучах, то это совсем другие энергии. В принципе, все процессы, они очень сильно зависят от этой шкалы энергии, на которой они происходят. Ну, то есть вот этот процесс — это совершенно другой процесс по сравнению с тем, что происходит с космическими лучами сверхвысокных энергий. Вот космические фактоны сверхвысокных энергий, они образуются из зарядных частиц высоких энергий, в результате их рассеянных о чем-нибудь. Так, хорошо. Есть вот эти эффекты, но на самом деле эти эффекты всё-таки не очень сильные, и сейчас мы обсудим их величину. А с первым приближением, если смотреть на элитовое излучение, оно полностью изотроплено. То есть вот то, что намерил Кобер Кобер, на самом деле ещё до Кобер. То, что намерили экспериментаторы, которые открыли элитовое излучение, они обнаружили, что оно действительно со всех сторон почти с одинакой температурой приходит. Вот эти 2,7 К. И, как я уже говорил, начнёт нам это излучение показать. Оно показывает прогресс Вселенной вот в этом возрасте. Когда температура была вот такая, а время здесь, можно написать время, время это 300 тысяч лет от рождения. Напоминаю, что сейчас возраст Вселенной порядка 14 миллиардов лет. Он точнее известен, но приблизительно напишем 14 миллиардов лет. То есть вот это действительно Вселенная совсем в своём раннем возрасте. Но дальше, если к этому портрету, то есть на первый взгляд он такой какой-то совершенно неворазимый. Но если к нему приглядеться повнимательнее и начать мерить зависимость температуры элитового излучения от направлений, то мы увидим, что там есть такие вариации. Есть вариации на уровне, вот видите, здесь шкала нарисована, 500 микрокель. То есть микрокельмен это 10 минус 6, 1 миллионных кельвина. То есть это где-то порядка 5 на 10 минус 4 кельвина. То есть вариация температуры с направлением, от направления зависимость температуры, ну вот на уровне 10 минус 4. Относительная вариация температуры с направлением. Ну и вообще говоря, видите, вполне нетривиальная картинка. Эти вариации очень причинчивые. Вот то, что здесь нарисовано, это результаты самого последнего эксперимента в этой области. Фланг, который вот эти результаты выдал, собственно, в марте этого года. С совершенно беспрецедентной, потрясающей точностью. Вот видите, тут такая детализация в этой картинке. Ну и вот встает вопрос. Как мы объясняем, почему, во-первых, космическое излучение однородно с такой хорошей точностью? Ну а второй вопрос будет, почему у него все-таки есть небольшие неоднородности? Давайте я сначала объясню, в чем проблема с однородным космическим излучением. Почему это вообще проблема с нами? Дело вот в чем. Ну, раз мы хотим изучать вселенную расширяющуюся, мы должны использовать общую теорию относительности Эйнштейна. И, в частности, мы должны использовать понятие инвариантного интервала. Или метрик. Ну, я не знаю, вот как, с ним знакомо более-менее или незнакомо? Знакомо. Знакомо, хорошо. Значит, тогда в расширяющейся вселенной метрик записывается довольно простым образом. Это вот такая вот метрик. Решение найдено Фридман. Вот еще одна. Еще один русский ученый, который еще в начале XX века это решение у Эйнштейна нашел. Значит, Айнштейн нашел вот такое вот решение. Инвариантный интервал есть dt2 минус какая-то функция, которая зависит от времени, на dx2. dx это пространственная координата. Ну, напоминаю, что в плоской метрике, то есть плоский вариантный интервал, это просто dx2 минус dx2. Это вот обычный мемориантный интервал в метрике минус. То есть вот это плоское пространство, а вот однородная расширяющаяся вселенная вот так вот отличается наличью вот этой функции от времени. Дальше эту функцию от времени можно найти для случаев, когда Вселенная заполнена, скажем, материей без давления. То есть какими-то частицами, разреженными частицами, которые друг другу не взаимодействуют. И это адекватная модель для Вселенной сегодня. То есть заполнена отдельными звездами, галактиками, которые имеют с собой слабое взаимодействие. А, так сказать, на уровне Фома соответствует тому, что давление равно нулю. Давление в этой части равно нулю. Тогда А зависит от времени, пропорционально времени и степени 2 3. Можно найти это решение, когда для горячей плазмы, которая была в начале. Раз мы принимаем теорию горячего большого взрыва, то в начале Вселенная была горячей, тогда давление не равно нулю. Тогда давление равно одной трети от плотности. И тогда тоже можно найти решение, и оказывается, что А пропорционально корнистя. Т в степени 1 2. Но важно, что и в том и другом случае есть начальная сингулярность. Когда Т обращается в ноль, А обращается в ноль. И пространство исчезает. То есть история Вселенной, она на самом деле конечна, оказывается. Как-то она вот так началась, если у нас чистая теория горячего большого взрыва. Есть начальный отсчет времени, с которого Вселенная начинается. Ну и потом сначала по корневой зависимости, а потом по зависимости Т в степени 2 3 как-то там нарастает. Теперь давайте подумаем, как в такой Вселенной распространяется сигнал. Значит, сигналы распространяются вдоль линии ds равно нулю. Ну и вот в таком виде эти линии неудобно искать. А удобно искать, введя новую временную координату. То, что называется контрольным временем. Переписав интервалы в таком вот виде. Когда фактор А от этого выносите вперед, А квадрат. А вот здесь оказывается выражение очень похожее на то, которое в плоском пространстве. Соответствующую координату можно найти легко. Вот из этого условия. Значит, мы требуем, чтобы вот эта комбинация, А на df, совпадала с dt. То есть мы просто говорим, что это связано с координатой t вот таким образом. Ну и в двух случаях вот этой зависимости, значит, в одном случае получаем t в степени 1 3, В другом случае, во всяких случаях скажем, что А от t это вот некий условный радиус в силе. Да, можно так воспринимать. Если в силе это было запят, то это в самом деле будет радиус. А если в других случаях это бы некий характерный размер? Да, ну когда она не запят, тогда правильнее говорить об отношении этих А в разный момент времени. И тогда это отношение характерных длин в разный момент времени. Ну вот, значит, вот это конформное время связано с временем обычным вот такими формулами. Да, тут везде надо понимать пропорциональности. За координатами я не слежу. Но опять-таки важно, что и в том и другом случае, и в случае полевидной материи, и в случае горячей материи, это тоже обращается в ноль в начале. И если я перерисую график А от t в график А от t, то я тоже получу какую-то вот такую картину. На самом деле в этот раз я вот такую получу картину. Но важно, что у него есть начальное время. То есть для этой картиной мне вот это важно. Так, теперь... Теперь вот в этих новых координатах распространение лучей очень простое. Условие ds равно 0, соответственно тому, что d это равно dx. То есть они распространяются вдоль прямых, направленных под 45 градусов. Если я нарисую распространение лучей каратантов eta x, ну вот они распространяются вдоль вот таких прямых. Значит, теперь посмотрим... Как 45 градусов это значится скоростью света. Да. Ну, как я говорил, скорость света у меня равна 1. Значит, теперь посмотрим, что мы наблюдаем. Вот мы живем в какое-то время, сегодняшнее это 0. А в какой-то момент произошла рекомбинация. Это рекомбинация. Это случилось гораздо раньше, чем то, где мы сейчас находимся. Мы, глядя вот отсюда, видим вот такой вот участок Вселенной. Кусок... Мы, конечно, видим не всю Вселенную, а можем видеть только конечную часть. Потому что сигнал прошел конечное расстояние. Значит, мы видим вот такой вот кусок Вселенной и видим, что Вселенная на этих масштабах с большой точностью однородна. Да, это то, что нам говорит... Давайте вернемся к этой картинке. Это то, что нам говорит однородность реликтового излуча. Но с другой стороны, вот эта большая область... А если мы посмотрим... Сейчас, точнее скажем так... Вот эта большая область, она содержит много причинно-несвязанных областей. Что значит причинно-несвязанных? Это значит, что вот эти вот две точки, у них не было времени, чтобы между собой как-то поговорить вообще, выровнять физические условия этих точек. Если у нас время начиналось от конечного момента, от момента времени это равно нулю, то сигналы из начала времен успели останавливаться только на конечное расстояние. И внутри вот этой большой области мы имеем много таких конечных областей, которые как бы... Вселенная здесь и Вселенная здесь совершенно не связаны, а вообще прям могут иметь совершенно разные... То есть непонятно, почему у них должны быть одинаковые условия. Мы видим, что и здесь температура одинаковая, это равна 2,7. Ну, точнее, то, что нам приходит. И здесь температура 2,7. А могла быть совсем другая. Это действительно проблема. На самом деле, теория гащика большого взрыва. Почему Вселенная оказывается такой хорошей точностью однородной? Для решения этой проблемы была предложена теория, называющаяся космической инфляцией. Что нам нужно сделать, чтобы проблему решить? Нам нужно избавиться от начала времени. Чтобы время не начиналось в какой-то момент, в какой-то конечный момент, а продолжалось до минус бесконечности. Для этого нужно придумать такую теорию, в которой вот такой вот интеграл будет расходиться. Будет расходиться при t равном ныне. Ну, простейший вариант, это сказать, что a от t, и который проще всего теоретически реализовать, что a от t это экспонент. И в степени ht. Вселенная экспонциально расширяется. Тогда это, это есть минус единица на h, если это минус ht на этом интервале. И вот на этом графике у меня появляется вот здесь вот хвост, до минус бесконечности. А на этом графике у меня тоже появляется все пространство, время расширяется до минус бесконечности. Теперь у меня начало отсчета неизвестно где, где-то в бесконечном прошлом. Соответственно, все эти точки внутри этой области оказываются причинно связаны. Если начало вселенной достаточно давно. Но вообще эта теория принимает начало вселенной? В смысле, вообще конечное начало вселенной? Есть ли в ней начало отсчета? На самом деле все равно есть, да. Все равно есть, но может быть где угодно далеко. Но она все равно есть. А почему? Это сложно, это такой тонкий вопрос. Есть такая математическая теорема, Теорема, что... Ну, тут надо любить сингулярность. Ну, да. Надо говорить специфическое. Специфическая теорема, а космологическая сингулярность. Но вообще у нее есть какие-то предположения. Вот строго говоря, вот у этого, вот у этой метрики, которая здесь написана, у нее нет начала отсчета. Она может быть продолжена для минной бесконечности. Вот строго говоря, вот такая. Но такая метрика в физической теории нереализуема. В такой теории инфляция не закончится, если точно вот так вот. Инфляция должна заканчиваться. Чтобы она заканчивалась, тогда метрика должна быть не совсем такой. Она может быть близко к такой, но не совсем такой. И тогда должна быть начальная сингулярность. Вот. Вот эта теория была теорией инфляции. Она предложена Старобинским гусом Линда. Старобинский, Алексей Старобинский недавно за нее получил премию Грубера. Я вот недавно, это вот в августе или в июле, получил престижную еще международную премию Грубера за формулировку этой теории. А Андрей Линды получил премию Грубера еще раньше за это. Еще Вячеслав Муханов тоже приложил руку к разработке этой теории. Так что опять, видите, доминирована советско-российской школой. Так, ну пока это какое-то такое построение у нас зрительное. Не, на самом деле, конечно, эти люди, Старобинский гус, Линд, они сделали больше. Они не только вот это наблюдение сделали. Хотя оно, конечно, в самом себе уже хорошее. Они еще предложили физическую реализацию инфляции. Значит, физическая реализация... Давайте я попробую, постараюсь искать ее, не вдаваясь в детали. На самом деле, на сегодняшний день уже существует, наверное, сотня, если не сотня, различных моделей инфляции, физических реализаций. Но самая простейшая, которая там в этих первых работах предложена, она такая. Собственно, кто обеспечит вот это вот такое решение? Вот по такому закону. Ну давайте сначала посмотрим на уровень Эйнштейна. Посмотрим, какая должна быть материя, чтобы такое обеспечить. Оказывается, что материя должна удовлетворять свойству. Поэтому давление должно быть отрицательным и равно минус плотности. Казалось бы, очень странная материя. Мы такой материи не знаем, у нас всегда давление положительное обычно. Но оказывается, что очень просто организовать именно такое уравнение. На самом деле, таким уравнением состояния обладает вакуум физически. Это единственное уравнение состояния, которое инвариантно относительно превзывания Лоренца. Вакуум физически должен быть инвариантно относительно превзывания Лоренца. Вот у него может быть такое давление. Но дальше, если физический вакуум прямо в таком состоянии сидит, то мы не получим концентрироваться никогда. То есть это должен быть какой-то такой вакуум, который еще умеет меняться. Ну и вот это делается за счет рассмотрения, в общем, такой любимой игрушки всех теоретиков, скалярного поля. То есть говорится, как у нас есть поля электромагнитные, есть поля Герака, которые описывают электроны, протоны и так далее. А тут вводят в такое скалярное поле. В принципе, это такие тоже есть в общественном наблюдаемые поля. Скалярные, например, поля, пимизон, частицы сельных взаимодействий, они с некоторой точкой соответствуют скалярными полями. Так что, в принципе, это тоже не что-то такое совсем неизуалое. Рассматривает скалярное поле, φ, с нитривиальным потенциалом. Что значит с нитривиальным потенциалом? Это значит, что уравнение движения для этого поля, это волновое уравнение. Оператор Даламбера, значит, давайте я распишу это, d по dt в квадрате, минус d по dx, dt, d по dx, то есть это волновой экран. Ну, на самом деле, конечно, тут я должен его написать в кривой метрике, если я хочу все это рассматривать, чтобы в искривленном браслере быть. Но приблизительно вот так. Приблизительно. Если бы это было свободное скалярное поле, то я бы просто здесь написал бы равно нулю. Но добавить сюда потенциала, значит написать здесь какую-то функцию, v' . Если этот потенциал устроен вот так вот. Потенциал это, на самом деле, энергия, которая создается этим полем. Если я выберу какое-то постоянное значение, то поле... Это поле описывает вакуум. Можно так сказать, да. То есть у меня есть некий параметр, который описывает разные вакуумы. Предполагаю, что в системе не один вакуум, а много. И есть параметры, которые их наберут. И у этих вакуумов разная энергия. Как раз этот вариант... Да? Какую-то кривую такую я могу нарисовать. То есть мы можем сказать, что существуют какие-то частицы вакуума, если на поле прокомментировать? Ну, внущения этого поля будут некими частицами, да, на фоне вакуума. А на самом деле эти вакуумы... Вакуумы это не поле и не частицы. Вакуумы это состояние. Да. А на самом деле вакуумы... Тут я немножко нарушаю терминологию. Обычно в качестве вакуума обычно говорят о состоянии, когда φ сидит в минимуме этого потенциала. То есть такое состояние, в которое я φ положу, оно тут уже не сдвинется. Это вакуум. То есть оно так и будет сидеть. Если я положу φ в какое-то другое состояние, вот сюда, то это, строго говоря, не вакуум, потому что эта система поползет вниз по потенциалу. Так же, как если у меня есть какой-то потенциал, какая-то потенциальная яма в радиационном поле, а куда-то частицу положу, частица появится. Вот. Но при определенных условиях это сползание будет методным. При определенных условиях, значит, именно если я учту гравитационную взаимодействие. То есть если я рассмотрю систему, где есть вот это скалярное поле, и оно взаимодействует с гравитацией, то при определенных условиях окажется, что это поле ползет вниз очень метод. То есть φ с точкой, что такое метод? Что φ с точкой определить относительное изменение поля со временем много меньше, чем относительное изменение метрики от точки на А, которая для этой метрики равна H, приблизительно. То есть оказывается, что поле почти заморожено в этой точке. Ползет вниз медленно-медленно-медленно. И тогда, тогда действительно давление оказывается равно минус плотности, которая приблизительно равна V от φ. Такое решение по уравнению Шнейна можно просто найти явно. Ну и вот у меня реализуется инфляция, где почти вот такая метрика, но немножко вот это H чуть-чуть зависит от времени, из-за того, что φ зависит от времени и, соответственно, V зависит от времени. А H, давайте я напишу, H определяется как раз вот этим V от φ. Давайте я опять пишу пропорционально V от φ. H в квадрате. Вот. Так, хорошо, значит, что удалось сделать? Удалось придумать, вот сначала идею инфляции, удалось ее реализовать динамически, в самосогласованной такой теории. Но еще и оказывается, что эта теория обладает предсказательной силой. И она предсказывает как раз вот эти вот маленькие флактуации. Ну, сейчас, давайте дать порядку. Значит, наверное, где-то надо минут через 15. Ну, давай что-то. Ну, я думаю, что должно получиться. Значит, да, нет, сначала давайте разберемся, почему Вселенная получается однородной в такой теории. Да, собственно, давайте мы сначала обнесем вот эту вот картинку. Ну, это просто. Дело в том, что вот, значит, инфляция соответствует вот такому вот инстанциальному расширению методов. Теперь, если у меня есть какое-то возмущение, какая-то классическая волна изначально, то за счет такого быстрого расширения эта волна растягивается, а прекрасное смещение, значит, падает частота, соответственно, падает энергия этой волны. То есть энергия волны любой ведет себя как... Это в любой метрике. Значит, плотность энергии волны ведет себя как единица на квадрат. Профессиональная единица на квадрат. Соответственно, в этом случае... Сейчас, единица на... не квадрат, даже в четвертой или в кубе. Ну, на самом деле, для энергетического вещества единица на квадрат. Вот. Для этой метрики это экспоненциально... Это экспонент. Здесь получается 4ht. Если у меня достаточно длительное время инфляции происходит, то просто энергия всех возмущений экспоненциально бывает. Их не остается. Никаких классических возмущений не остается. На самом деле, для того, чтобы объяснить вот эту картинку, для того, чтобы была причина связана, вся Вселенная, которую мы сегодня наблюдаем, нужно, чтобы Вселенная расширилась в е в 60-й раз во время инфляции. Ну, что достигается за счет того, что h на 3 инфляции должно быть больше, по крайней мере, чем 60. Ну, и тогда здесь мы видим, что на энергии начальных возмущений убывает е в минус 240-й раз, то есть вообще уходит в 0. Где-то уходит от 200-й минус 240-й раз в 0. Никаких классических возмущений не остается. Таким образом, Вселенная как утюгом инфляции просто вырабатывает. Отлично. Значит, мы сделали однородную Вселенную. Но теперь кажется, что мы перевыполнили план, и откуда же вы подумаете вот эти неоднородности? И вот оказывается, что инфляция одновременно делает эти неоднородности. Из чего она их делает? Она их делает из вакуума. Все классические возмущения пропали, осталось только вакуум. И оказывается, что... Ну, то есть эти возмущения можно произвести только из вакуума. И оказывается, что инфляция ровно и две делается. Она производит классические возмущения, которые мы сегодня наблюдаем, Из квантовых фруктуаций и вакуума. Значит, вакуум... Ну, давайте я немножко поясню, что такое квантовые фруктуации, и почему они есть, и почему из них может что-то получиться. Значит, возьмем квантовые осцилляторы, линейные осцилляторы, которые, может быть, многие из вас видели. Я имею в виду в книжках, приятно, вживую. У него есть потенциал. У от x, которая есть кванатичная функция от x. Ну, и на классическом уровне вакуум это просто состояние, когда частица съедет нулю, x равно нулю. Но в квантовой физике это не так. Частица не может точно в нуле находиться. Из-за принципи неопределенности. Она должна тут колебаться. И волновая функция основного состояния, ну, там есть какой-то фактор. Опять, я их пишу пропорционально. Есть в квантовой минус омега n x квадрат пополам. То есть это такая каусянка вблизи нуля. Соответственно, координата x в основном состоянии не равна точно нулю, а фуктурирует. Точнее, так скажем, x в среднем равно нулю, конечно. Но вот x квадрат в среднем не равно нулю. Не равно нулю, а равно чему-то там. Чему оно должно быть равно. x квадрат в среднем равно 2m омега. Что-то такое у меня сегодня получилось. Никакие физически наблюдаемые, на самом деле, в состоянии вакуума точно нулю не равны. Это я не совсем правильно сказал. Но по крайней мере, координата точно не равна нулю для осциллятора. И то же самое для вот этого поля φ, на самом деле. Значит, если я посматриваю на вот это поле φ, у него есть какое-то классическое решение, соответствующее вот этому медленному скатыванию. На вокруг него происходит квантерфуктуация. Дельта φ назовем. И это дельта φ среднее равно нулю, конечно. Но дельта φ в квадрате среднее не равно нулю. И это всегда так. То есть это независимо от... Вот это вот не убывает со временем. Потому что вакуум почти не меняется во время инфляции. Он меняется очень редко. Поэтому вот этот дельта φ квадрат, но какой был в вакууме, такой и остается. Ну, тоже не совсем правильно, но, по крайней мере, оно не исчезает. Но раз есть дельта φ квадрат, раз есть дельта φ какой-то, то есть фруктуация плотности. Потому что смотрим на плотность. Вот оно, выражение для плотности, которое я написал. Значит, ρ это есть v от φ. Соответственно, фруктуация плотности дельта ρ, ну это v' φ дельта φ. Значит, если дельта φ квадрат минус, то дельта ρ квадрат тоже минус. Ну, дальше есть некая наука, которая связывает эти фруктуации плотности во время инфляции с фруктуацией плотности, которые наблюдаются сегодня. Оказывается, что за счет вот этого специального расширения еще такой замечательный эффект происходит, что вот эти квадратные фруктуации, они как бы усиливаются и становятся классическими. За счет вот этого быстрого расширения Вселенной. и они становятся просто случайным классическим полем. Ну и мы наблюдаем реализацию этого случайного поля. Ну ладно, я не буду вдаваться в детали этой статистики, потому что это достаточно тонкая вещь. Но смысл такой, что давайте я все-таки вкратце опишу качественное поведение этих фруктуаций. Значит, они живут следующим образом. Важным графиком является такой. Зависимость от этого. Ну или от времени. Наверное, не важно. Давайте от времени. В зависимости от времени. Двух величин. Значит, во-первых, длины волны фруктуации. Значит, если я беру фруктуацию на какой-то длине в начале, то дальше из-за красного смещения длина растягивается, и растягивается самопропорционально А, как мы обсуждали. А это характерный размер Вселенной, и все размеры растягиваются вместе с ним. Значит, в инфляционной картинке эта зависимость ведет себя так. Сначала А экспоненциально растет, потому что А экспоненциально зависит от времени. А потом переходит на какой-то степенный рост. Т в степени две трети. На какой-то степенный рост показатель меньше единицы. Это L. Это L. Длина фруктуации. И вот эту величину L надо сравнивать с величиной А с точкой на А. А с точкой на А, который называют, на самом деле, параметром Кабло. То есть зависит от времени. И этот параметр ведет себя так, что вначале он константа. Извините, а это, наверное, размер Вселенной, нет? Не длина фруктуации? Нет, длина фруктуации. Она тоже пропорциональна А. Мы считаем, что А это характерный размер нашей Вселенной. Да, но здесь какой-то фактор меньше единицы стоит. Одна десятая. Если мы взяли фруктуацию в 10 раз меньше размера Вселенной в какой-то момент. Смотрим за ней дальше. Все растет. Растет размер Вселенной и вместе с ним растет длина фруктуации. Полезно иметь сделать такую картинку. Воздушный шарик. Представить воздушный шарик. И на нем нарисовать какой-то рисунок. Теперь мы растягиваем воздушный шарик. Шарик растягивается и расстояние между частями рисунка растягивается так же. Поэтому для какой-то фруктуации вот так себя ведет тоже длина. А сравнить ее надо с величиной, на самом деле, не такой, а h-1. h-1 at, который определяет скорость расширения вселенной. Это параметр h-1 at. Это характерное время, за которое вселенная расширяется в 2 раза. В какое-то число раз в порядке единиц. Соответственно, в начале времени, во время инфляции, этот параметр более-менее постоянен. А потом, когда инфляция начинается горячая стадия, происходит разогрев, h ведет себя как единица на t, а этот параметр ведет себя как t. h-1. Вот это вот единица на h. Значит, почему h ведет себя как единица на t? Понятно, да? Потому что я должен взять вот эти формулы, пролифицировать, ну, вычтись за эту причину, а с точки n. Получи единица на t. Вот, то есть такая картина. Значит, что мы тут видим? Что сначала длина волны меньше, чем размером горизонта. Ну, вот этот параметр называется размером горизонта. h-1 называется размером горизонта. Соответственно, сначала длина волны меньше размер горизонта, потом длина волны больше размер горизонта, а потом опять меньше. Значит, оказывается, если просто изучить уравнение для флуктуации плотности, как они ведут себя со временем, оказывается, что вот на этом интервале, когда длина волны флуктуации больше размера горизонта, а амплитуда флуктуации не меняется. То есть вот на этом интервале Δρ дайте так. Ну хорошо, я напишу точную формулу. Значит, вот эта штука равна константе. То есть это некая величина, которая характеризует размер флуктуации. Значит, Δρ поделить на ρ плюс вот такое выражение. Вот на этом интервале она константа. А вот здесь, вот в этом месте, когда мода уже длина волны стала меньше размера горизонта, начинается эволюция этих подгущений. На самом деле они начинают эволюционировать как звуковые волны в классе. У меня картинка такая, что у меня есть постоянная какая-то волна, которая пока длина волны больше ракет нарисует. Вот на момент инфляции образовалась какая-то волна. Здесь Х, красоттастная координата по вертикальной оси Δρ, условно говоря. И пока размер горизонта меньше, чем длина волны, эта волна так и стоит и не меняется. Когда размер горизонта стал больше, волна начала осцелировать. Теперь у меня получилось, что есть плазма в ней. Вот здесь плотность вещества больше, чем здесь. Понятно, что пойдет рукавая волна. Собственно, картинка, которая это иллюстрирует. Пока у меня размер горизонта меньше, все стоит вот так и заморожено. Ничего не происходит. А потом, когда разных горизонтов стал больше, волны начали осцелировать. И на все это еще накладывается излучение. Мы тут как-то говорим о плотности плазмы, это конечно хорошо. Но вообще-то наблюдаем микроволновое излучение, которое происходит в определенный момент времени. То есть у меня получилась картинка такая, что есть какие-то волны, они начинают осцелировать и в какой-то момент происходит излучение. Те волны, которые в этот момент находятся на максимуме амплитуды, они... На максимуме амплитуды это значит, что у меня большая разность плотностей в разных точках пространства. Соответственно, температура излученных фотонов будет сильно отличаться в этих точках пространства. А для других волны они оказались в минимуме своей амплитуды в этот момент. Тогда соответствующие фотоны излученные, их температура будет равна. Будет однородно по пространству, более минимум. То есть то, что мы сейчас должны наблюдать в спектре электрического излучения, это то, что на каких-то масштабах, угловых масштабах, у нас эти двины превратились в угловой масштаб. На каких-то угловых масштабах у нас температура меняется сильно, а на каких-то слабо. И это то, что реально наблюдается. То, что здесь нарисовано... Да, это нарисовано следующее. Тут еще придется написать пару углов. Измерена инструментальная зависимость температуры от направления. Где n это вектор на небесной сфере. После этого вот эта зависимость разложена по сферлическим гармоникам. Ну, может, они слышали что-то. А потом вот то, что здесь отложено, это, грубо говоря, среднее от такого квадрата квадрата вот этой амплитуды разложения по сферлическим гармоникам. Усоединение по m. Сумма по m от минус m до l. И, чтобы усоединить, надо приблизительно 2m-1. Количество сферлических гармоник с данным мультиполем l. Ну, я не потяну на то, чтобы вы поняли, что я только что сказал. Потому что со свечной гармоникой, может, не все еще работают. Но то, что мне в этом графике больше всего нравится, это то, что здесь, как вы видите, есть теория. Это кривая. И есть эксперимент. Собственно, данные вот этого эксперимента Планк. И они с потрясающей точностью друг на друг попадают. А там, где они друг на друг не попадают, есть большие ошибки экспериментальные. Там, на самом деле, и у теории большая ошибка. Потому что, как я сказал, мы можем предсказать... То есть то, что мы предсказываем, это случайная статистическая величина. И мы наблюдаем только одну ее реализацию. Это значит, что в той области, когда статистика маленькая, то есть для маленьких l, где, на самом деле, вот этих случайных величин мало, мы не можем кое-что предсказать. Мы не можем предсказать их среднее, потому что их всего там несколько штук. У среднего тоже большая фруктуация. И вот это вот помечено вот этой вот зеленой полосой. И вот эта зеленая полоса, это наша принципиальная ошибка неустранимая, которую мы не можем никакими теориями устанавливать. Ну и тоже, как видите, отлично теория с экспериментами ЦПД. А такое впечатление, которое на меня все это производит, вот почему. Потому что еще 10 лет назад картинка была вот такой приблизительно. Был набор экспериментов, которые, видите, как-то так были разбросаны равномерно по графику, и говорили, что вот где-то там есть спектр литового излучения, эти коннестропии литового излучения. И проводили кривую через эти точки. А теперь вот картинка, видите, стала вот такой вот замечательной. Ну и эта замечательная картинка позволяет нам, на самом деле, многие величины определить. Про это мне уже говорили, наверное, некогда. Но, собственно... А, давайте я результат скажу. Так, 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 так. Пройдем. Вот, собственно, смотрите. Тоже я не претендую на то, что вы точно поймете, что здесь написано, но это параметры, которые характеризуют современную космологическую теорию. И, собственно, их определение из эксперимента Planck. Значит, весь набор эксцентральных данных сегодняшних отлично фиктируется теорией модель, в которой всего шесть параметров фиктируется. Это вот первые шесть строчек. И, значит, то, что здесь надо смотреть, это точность, с которой они определены. Видите, значит, точность определения этих параметров где-то там на уровне 1%. То есть эта космология реально стала точной на уровне. Точность определения 1% — это уже измерение, как говорится, а не пальцем на него. А из них выводятся остальные параметры, которые не суперечислены. То есть они тоже фиктируются с точностью до где-то 1%. Ну, наверное, это всё, что я хотел бы сказать, да. Тут, конечно, есть ещё история про другие наблюдаемые. Но, наверное, в другой раз. Давайте вопросы. Повторите, когда эта теория не работает. Могла бы эта теория не работать, потому что вообще-то она работает. Вот эта теория, которую я вам сказал, она работает, она согласуется с экспериментальными данными. Но могла бы и не работать. Потому что я пытаюсь всего шестью параметрами описать довольно сложную кривую. Эта кривая, как видите, экспериментальная. Экспериментальные точки лежат вдоль довольно сложной кривой. И то, что я могу своей теорией, в которой всего шесть параметров эту кривую описать, это замечательный фактор. То есть это кривая не какая-то, там просто гладинка или что-то. А видите, тут материальные пики есть на ней. Пики, впадины. И вообще эта форма довольно сложная. Но это, на самом деле, не единственное наблюдаемое из космологии. Как я сказал, есть ещё и другие. Они тоже, оказывается, описываются этой же моделью. Вообще-то, шесть параметров, а я здесь насчитываю... Так, по-речи-то, пять пиков. Так что... Не, ну точек-то сколько при этом? Точек-то при этом по тысяче. Ну, поскольку, когда я гладко, то это...